Всем привет! С вами Марина и это канал FIFA by Girl. И сегодня у нас первый выпуск, посвященный английской премьер-лиге сезона 2020-2021, где мы поговорим о прекрасной команде Манчестер Юнайтед. Очень вкратце обсудим состав, перспективы и кого бы мы хотели видеть. Именно болельщики Манчестер. Если вам зайдет такой формат, то в следующем выпуске будем обсуждать других игроков. Мы уважаем все клубы и не только АПЛ, допустим. Надо немножко формат разнообразить мой, так что посмотрим, понравится вам такое или нет. И я хочу для начала сказать, что Дони Ван Дебек это прекрасное приобретение Манчестера Юнайтед. Погнали! Итак, ребята, что же мы видим? Что происходит с командой Манчестер Юнайтед на момент 14 сентября 2020 года? Переходим на официальный сайт. Это для того, чтобы точно понимать, кто в команде остался пока что. Хотя ходили слухи, что половину состава хотят убирать. Ну, как мы понимаем, пока эти игроки никому не нужны. Два топ вратаря. Точнее, один топ, второй. Ну, у него прекрасное будущее. Вот это что? Вот это вот. Ли Грант и Серхио Ромеро. Никто их не покупает. Кто-то в них там был заинтересован в Ромеро, но все пока на уровне слухов. Жоэль Перейра, ну, как запасной третий вратарь, мне кажется, можно. Защитники. Витя Линделев, Эрик Баи, Фил Джонс, Магуайр, Смоллинг, Маркус Роха, Дио Гадалот, Люк Шоу, Тимоти Фуссуменса, Аарон Ван Бисако, Брэндон Вильямс и Аксел Туанзебе. И как вы считаете, кто здесь лишний? На мой скромный взгляд, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркус Роха, Дио Гадалот. Смоллинга хотели выкупать. Рома, по-моему, но пока что он здесь. То есть, Фил Джонс, Эрик Баи, ну, Эрик Баи как лавочник там на кубке какие-нибудь. Ну, да, не знаю. Пускай. Окей. Основная пара Магуайр, Линда Лёв. Хотелось бы топ-защитников пару к Магуайру. Окей. Пока что ждем. Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маркус Роха, Дио Гадалот. Вот эта четверка, она вообще что делает в Манчестер Юнайтед? Мне хочется просто понять. Люк Шоу, вечно травмированный Люк. Тимоти Фуссуменса, ну, после множества аренд, ну, пускай. Пускай. Для лавки также. Ван Бесака и Вильямс. Нормальный вариант. Туан Зебе? Тоже для лавки. Но, как мы видим, из топов здесь Магуайр и Ван Бесака. То есть, один топ-вратарь, один центральный защитник, один правый защитник. Полузащита. Джесси Лингард, я так понимаю, навечно утвердился в нашей прекрасной команде. Хорошо. Поль Пагба. Сейчас у него там что? Вот у него до этого что было? У него до этого было пижонство. По настроению прекрасная игра. Опять пижонство. Травмы. Теперь у него, по-моему, коронавирус случился. Окей. Сейчас у него карантин или что, не знаю. Но, в общем, Поль Пагба человек, который играет по своему настроению. Ну, мы знаем, что это топ-игрок, но в Манчестере он не раскрывается как топ-игрок. Хуан Мата. Ну, возрастной дядя, который уже на лавке сидит. Ладно. Лингард. Ну, я не знаю, мне кажется, его просто, просто бесплатно уже расслабить с ним контракт, отдать, чтобы не было высокой зарплаты этой, либо пойти на сокращение зарплаты. За что ему платят деньги, мне непонятно. Он весельчак. В Фифе он у меня весельчаком был, но в реальном футболе он же нулёвый. Не знаю, как покажет этот сезон. Андрес Пирейра. Тоже человек-лавочник. Фред. Ох, Фред, не знаю, он хорош в Фифе, а в реальном футболе он ни о чём. Вот он реально ни о чём. Бокс-то-бокс ни о чём. Как под нападением ни о чём. Я не знаю, зачем его убрали. Ну, пусть будет для лавки, но у нас все игроки для лавки. Окей. Поль Пагба. Топ. Вот из этого, да, всего. Бруно Фернандеш. Топище. И Дони Ван де Бек, я думаю, топ. Топ. То есть, три игрока. Матич для лавки. Он уже не поспевает за молодёжкой, которые уносятся от него. Джеймс. Да, он скоростной. Но это, конечно, не уровень Джейдена Санча. Джеймс Гарнер, мне кажется, выросли из него хороший опорник. И Скотт Мактумина. И Скотт тоже хорош, да. То есть, мы видим здесь Мата, Линга, Перейра, Фред, Матич. Возможно, пора на выход, нет? Вы так не считаете? Нападающие. Вот насчёт Тахида Чанга, по-моему, он перешёл в аренду в Бундеслигу. Ну, ладно, пусть он здесь указывается. Может, я чего-то не знаю. Антони Марсиаль. Человек-загадка. Маркус Рэшфорд. Нестабильный, но, естественно, тащер Манчестера. Мэйсон Гринвуд. Ну, Мэйсон здорово, что он такой смелый, взял себе 11 номер. Ой, какой у него номер там? 26-й был, да? И Одион Игала. Ну, Игала, по-моему, у нас ещё второй год в аренде. Ну и что? Здесь нет топ-напов. Топ-напов нет. Рэшфорд есть, как воспитанник клуба. И Марсиаль, как иногда, может затащить. Гринвуд. Ну, он ещё, ему 18 лет, он ещё очень молод. И ожидать от него там победы в Лиге Чемпионов, что он будет тащить против Барселоны, допустим. Ну, никто этого и не будет делать. Все будут надеяться, но... А Игала, ну, для кубков, да. Так что, ребята, вот сколько здесь игроков? Давайте посчитаем. 33 игрока я вижу. Ну, минус Чонг, допустим, 32. Избавиться можно от 1, 2... Ну, это ладно, пусть будет. 1, 2, 3... Нет, давайте по и не будем считать. 1, 2, 3... 4, 5, 6... Это всё... Это всё для того, чтобы просто глубина скамейки. 7, 8, 9, 10, 11... 11 игроков. Получается 21 игрок. Понимаете, у нас... Вот сейчас парочка игроков получит травму, и всё, и у Манчестера нет вариантов. Придётся опять всяким Линградом выходить, всяким непонятным Роха выходить, которые абсолютно ничего не спасают Манчестер, ничего не делают. Вудвард готовит какой-то трансфер всё-таки, мне кажется. И там с Регелоном идут слухи такие. Ну, даже не слухи, а именно надёжные источники об этом пишут. И того же Санчо там всё никак не могут разрулить. Ну что, ребят, что мы хотим... Что мы видим? Что нужны топовые защитники? Желательно в центр одного хотя бы. Я уж не говорю про двоих. И вот вместо Люкушоу на левый фланг у нас там Брэндон Виллимс. Но нужен топ. Ладно, там для лавки ещё пойдёт смена уставшему Ван Бисаки и всё такое. Один центральный топ, один левый топ. В полузащиту там Бруно, Поль и Донни Ван Дебек. Ну, там ещё Мактаминай в опорке, Матич иной раз. Нужен Цапник, допустим, если это не Мат и не Лингот и не Андра Спирейра. Нужен Цапник. Но Ван Дебек может сыграть и Цапника, и Опорника. Тот же Фернандеш, тоже он Цапник. Но ещё одного бы хотелось в полузащиту топчика. Убрать Фрейдов всяких. Далее. В нападении, естественно, хочется топ-игрока. Уровня молодого Еврагимовича, так скажем. Но это забавно, да? Согласитесь. Забавно, что у Манчестера вот такой состав. Что тот же Челси, у него просто безумство какое-то. А не трансферы. Вот они дорвались до трансферов, что называется. По-моему, у Сити Бан, да, трансферы, они не покупают. Но, может быть, об этом будут следующие выпуски. Вот, начала со своей любимой команды. Уже стартовал сезон. Уже мы знаем, кто как сыграл. 13 сентября. Манчестер у него перенесённая встреча. Знаем, что Манчестер проиграл в товарищеском матче Астон Вилли 1-0. Кого бы вы хотели видеть? Вот ваше видение. Как вы считаете? Кто усилит Манчестер? Пишут про Санчо, про Ригелона. Санчо, естественно, это не кот в мешке никакой. Это топище. В Центр обороны, ну, много разных вариантов. Не знаю, конечно, именно из топ игроков. Но, кто именно Манчестеру подойдёт, непонятно. Потому что нужен всё-таки невозрастной игрок. Вряд ли на левые и правые игроки кого-то будут покупать. Может быть, всё-таки в Центр кого-то купят. Я на это надеюсь. Даже тот же Санчо, он же на ФРВ сможет. Он бы усилил, честно говоря. Ясное дело, что для середняка это хороший состав. Но не для того, чтобы брать чемпионство. Вот и всё. Не знаю, там на таких морально-волевых придётся играть. Вы напишите, кого бы вы хотели видеть. Кулибали. Про него тоже были разговоры. Но ещё в том году, по-моему. Он возрастной и уже ошибается. И всё-таки, мне кажется, это не уровень Манчестера Юнайтеда. Шкринер. Шкринер, да. Но за него потребует сотку минимум. Даже больше. Ну, кто его за такие деньги возьмёт? Ну, класса де Брюйне у нас. Ну, возможно, вот Бруно Фернандош, но тоже нам нужен вот игрок класса де Брюйне, допустим. Но такого тоже ничего сейчас нет. Ну, так вот, ребят, мы обсудили. Просто пробежались по вот этой вот составу вот этого непонятного Манчестера. И поняли, что, да, всё-таки что-то надо менять. Окей. Возможно, есть персональные фанаты Люка Шоу. Там, Эрик Баи. И, сорян, ну, типа такое. Хочется, хочется просто топов на каждой позиции. Хотя бы по одному топу. Будем надеяться, что когда-нибудь такие времена настанут. Кого вы хотите видеть в составе Манчестера? Санчо, конечно, само собой разумеющийся. Это как... Было бы круто. Всё-таки долгие переговоры, возможно, к чему-то и приведут. Будем надеяться и верить. Кого бы вы хотели видеть в составе Манчестера? Может быть, кто-то вам кажется ещё перспективным. Там, допустим, Брэндон Уильямс, он наверняка вырастет в классного игрока. Тот же Гринвуд. Эти игроки не обсуждаются. Пусть они будут, естественно. Но Линго! Ну, камон! Ну, пора! Линго! Это уровень... Игрок уровня, я даже не знаю. Ну, не Саутгенпен даже, а Чемпионшипа. Да и в Чемпионшипе не хочется обижать команды, в которые бы он мог перейти. Ну, уровень Астон Виллы, возможно, да. Может быть, там бы он усилил. Ну, не Манчестера. Не знаю. Ну, не знаю. Рохо. Это вообще уровень аргентинского какого-нибудь чемпионата. Серьёзно. Возможно, будут выпуски, касающиеся первого сезона... Точнее, не сезона, а первого тура АПЛ, второго и так далее. Возможно, другие чемпионаты обсудим. Может быть, сделаем после того, как пройдет пять туров. И вот прошло пять туров. Что мы видим? Кто на каком месте? Обсуждать будем. Хотите такой формат? С удовольствием. Просто нам всё нужно время. И оно у меня для такого будет. Каждую неделю нет, а вот раз в пять недель, естественно, будет появляться такого формата ролика. Ну, и плюс обсуждать будем клубы, усиления, поговорим с вами. Так что пишите, кого бы вы хотели видеть. Лично я, я вам скажу, я бы хотела видеть. И того же Регелона. Хотя это не сказать, что прям топище, да. Но пускай это свежая кровь, это молодой игрок. Пусть он будет. Естественно, Джейден Санчо. Хотелось бы видеть Шкринера. Да, я уже говорила. В нападении. Ну, игрок уровня Мбаппе, да, понятно, что... Вот есть Тимоти Виа. Классный нап. Мне кажется, в Манчестере он для лавки бы зашёл. Но где он? Он... Кошки у меня тут начали бегать. Он где? Он играет в Лиле в аренде, да, на лавке сидит. Ясно дело, что если бы он был там топищем. Но... Но Вернер. Классный игрок. Очень нравился мне всегда. Но перешёл в Челси. Тот же Кай Хавертс. Ребят, ну вот... И в голову не приходят теперь игроки, которые могли бы усилить Манчестер. Потому что они все усилили Челси, так сказать. О, да, будем надеяться на то, что сезон будет суперинтересным. Я всё-таки поставлю на то, что Манчестер будет в тройке. Но остаётся мне в реальности, он будет на четвёртом месте. Там будет невероятная борьба в АПЛ. Glory Glory Man United. Будем верить и надеяться. А если вы не фанат Манчестера Юнайтеда... Всё прекрасно, всё хорошо. Будем обсуждать дальше другие клубы английской премьер-лиги. Так что всем пока с Аль-Арва. Болейте только футболом.